Авиационный завод имени Ичкалова отмечает 85-летний юбилей. В рамках праздника состоялось авиашоу и презентация нового сотого по счету самолета Су-34. Большой благотворительный праздник «Доброе сердце» для ребят с ограниченными возможностями здоровья прошел в нашем городе. Новые игроки хоккейной команды «Сибирь» – команда полным ходом готовится к новому сезону. А теперь подробнее об этих и других событиях. Зрелищное авиашоу с экстремальными фигурами пилотажа и презентация нового сотого по счету самолета Су-34, созданного в нашем городе, прошли в Новосибирске. Мероприятия были посвящены 85-летию Новосибирского авиационного завода имени Ичкалова. Участие в них приняли тысячи горожан. О том, как прошел праздник и что из себя представляет сегодня авиационный завод, расскажет наш корреспондент Василий Акимов. Грандиозный праздник, посвященный 85-летию авиазавода имени Ичкалова, прошел в Новосибирске. Мероприятие приурочили к выпуску сотого по счету бомбардировщика Су-34. Вот он, стоит в ангаре после небольшой доработки готовой к отправке в армию. Он и его собратья должны в перспективе заменить бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25, которые все еще стоят на вооружении ВВС России. Проблем с их выпуском на Новосибирском заводе нет и не предвидится, говорит директор Новосибирского авиазавода имени Ичкалова Сергей Смирнов. Обычная плановая работа. Это предприятие по праву можно считать гордостью Новосибирска. Самолеты, произведенные здесь, всегда стояли на страже нашей Родины, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. И сегодня предприятие работает с максимальной нагрузкой. Контракт с Минобороны на поставку Су-34 обеспечивает стабильную загрузку предприятия до 2020 года. А это означает и стабильные рабочие места для тысяч горожан, и налоги в местный бюджет. Не удивительно, что судьба этого завода, его дальнейшее развитие, всегда находилась под особым вниманием областных властей, которые приходили заводчанам на помощь в непростые времена. Хотя, конечно же, нынешний праздник – заслуга прежде всего ветеранов и сегодняшних сотрудников предприятия. Нам есть чем гордиться. Гордиться, конечно, самому заводу, корпорации, проектировщикам. Но и мы вместе, все горожане, работали вместе, помогали решать эти вопросы. Поэтому это настоящий праздник. Об особом отношении новосибирцев к этому заводу говорит многотысячная толпа, пришедшая на авиашоу по случаю выпуска сотой сушки и 85-летия самого завода. Пришли с маленькими детьми. В общем, возле аэродрома яблоку негде было упасть. Красочное авиашоу началось с выступления парашютистов, после чего свое мастерство показали пилоты. Понравилось? Конечно понравилось. Ну чего же не понравилось? Сегодня на заводе идет глубокая реконструкция и глобальное техническое перевооружение. В цехах установлены высокопроизводительные станки и обрабатывающие центры. Используются технологии бережливого производства. Особое внимание уделяется кадровому составу предприятия. Способствует развитию завода и принимаемое областным правительством меры по развитию профессионального образования. Так что завод имени Шкалова уверенно смотрит в будущее. Региональный центр спортивной гимнастики откроют в Калининском районе Новосибирска в 2018 году. Там планируют проводить международные соревнования. Площадь центра превысит 7 тысяч квадратных метров. В нем будет единый зал манижного типа со спортивными снарядами, инвентарем, в том числе прыжковыми ямами, а также трибуна на 400 мест. Сообщает ТАСС о ссылке на заместителя руководителя Департамента физкультуры и спорта Новосибирской области Дмитрия Пронина. Кроме того, в спортивном сооружении планируется разместить еще два зала – тренажерный и хореографический. Создание центра позволит проводить в нашем городе состязания регионального и всероссийского масштаба, а при оборудовании дополнительными трибунами даже этапы Кубка мира. Синоптики предупреждают новосибирцев о неблагоприятных погодных условиях. Уже в начале следующей недели в регион придут заморозки. В пригородных районах Новосибирска при прояснениях ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов, говорится в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра. На Красном проспекте появится дорожка для слабовидящих. Работы по укладке тактильной плитки на участке от остановки станции метро Гагаринская до перекрестка Красного проспекта и улицы Писарева уже начались. Рельеф этой плитки – либо направляющий, показывающий направление движения, либо предупреждающий. Это позволит слабовидящим людям лучше ориентироваться на такой загруженной магистрали, как Красный проспект, рассказали в пресс-центре мэрии. Плитка будет уложена на площади 317 квадратных метров на общую сумму 1 млн 253 тыс. рублей. Объем господдержки театров региона из областного бюджета составит не менее 400 млн рублей. В этом году средства потратят на участие в конкурсах и фестивалях, а также их проведении. В частности, деньги будут направлены на гастроли, на фестиваль «Золотая маска», проведение фестивалей «Новосибирский транзит» и «Транссибирский арт-фестиваль», сообщает НДН.Инфо. Все театры откроют двери для зрителей в сентябре и представят в течение сезона не менее 20 новых спектаклей. Так, театр «Старый дом» представит новую постановку «Вишнево сада» Антона Чехова. Театр музыкальной комедии представит три премьеры, среди которых музыкальная сказка «Алиса в стране чудес». Новый сезон в театре «Красный факел» начнется с премьерного показа спектакля «Процесс» по культовому роману Франца Кавки. А театр «Кукол» откроет сезон премьерным спектаклям «Приключения в дорожном городке», посвященным правилам дорожного движения. В Ленинском районе Новосибирска прошел благотворительный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Доброе сердце». В развлекательно-игровой программе организаторам удалось занять несколько сот детей и их родителей. Как это было, расскажет наш корреспондент Александр Булдаков. Погода в этот день была как на заказ для отдыха. В Ленинском районе Новосибирска в парке имени Кирова «Доброе сердце» благотворительный праздник собрал сотни взрослых и детей. То, что здесь царила благотворительность, заметно было сразу. Угощение на любой вкус и сколько хочешь. Администрация парка, все заведения парка в этот день дарят детям сладости, радости, счастья. Все это устроили для детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник ежегодный с давними традициями. 17 лет назад действительно решили проводить это в летние дни перед началом учебного года, когда можно воспользоваться всеми прелестями этого замечательного парка, покататься на каруселях, пообщаться друг с другом, посетить различные мастер-классы. В то время, когда наша съемочная группа работала в парке, некоторые участники праздника еще только готовились. К примеру, в походную кухню только загружали ингредиенты. Мы, конечно, выяснили рецепт вкусной каши, которой в этот день собирались кормить детей. В основном ингредиент состоит из гречневой каши, масло сливочное, соль, ну и непосредственно душонка. Больше всего детей собралось в парке у сцены. Здесь было громко и весело. Хотя некоторым музыка совсем не мешала соревноваться на такой вот импровизированной дистанции. Задание было не из простых, поэтому получалось не у всех. Но азарт от того было не меньше. Все позитивные, хорошая организация, нам здесь нравится. Общение детям, конечно же, участие в конкурсах, позитивное настроение и хорошее настроение. Хорошее настроение у тебя? Да. Дети-то в основном домашние, поэтому для них это радость выйти куда-то. Это же важно для них. Ну, конечно, очень важно. Общение, покататься на каруселях. Положительные эмоции в основном. У фонтана расположились столы, на которых для детей проводили мастер-классы. Рисование, лепка, аппликация и многие другие техники прикладного искусства можно было попробовать и даже научиться каким-то азам этих ремесел. А рядом аниматор радовал неожиданно то большими, то многочисленными маленькими мыльными пузырями. В общем, было чем заняться в этот день в парке имени Кирова. В дополнение ко всему организаторы праздника раздавали подарки и разыгрывали лотерею. Было весело. Возможно, кому-то что-то и не понравилось, подарок, может, пришелся не по вкусу. Но главное, наверное, в этом действии общепозитивная атмосфера и общение, которого детям с ограниченными возможностями так не хватает в жизни. Новосибирский государственный университет экономики и управления приглашает горожан на открытые научно-популярные лекции от своих ведущих экспертов. 40-минутные лекции можно будет послушать в Первомайском сквере 27 и 29 августа. Как сообщила пресс-служба ВУЗа, ведущие эксперты ВУЗа проведут открытые лектории в Первомайском сквере, где расскажут, как жить, чтобы никого не оскорбить, есть ли у России друзья, как не отравиться родными продуктами и правильно трактовать политику Центробанка. Сотрудники региональной госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия «Автобус». Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, акция направлена на предупреждение аварийности с участием пассажирского транспорта, в том числе междугороднего и международного. Также проверят автобусы, осуществляющие организованные перевозки групп детей. Автоинспекторы контролируют режим труда и отдыха. Водители выявляют нарушения правил дорожного движения, следят за техническим состоянием транспорта. На некоторых участках дорог организована сплошная проверка автобусов. По данным ГИБДД, за 6 месяцев этого года в Новосибирской области произошло 77 аварий с участием автобусов, в которых 2 человека погибли, 116 получили травмы. В 40% случаев в ДТП были виноваты водители автобусов. В сравнении с прошлым годом количество аварий по вине водителей пассажирского транспорта увеличилось почти на 80%. Временно закрывается движение на участке улицы Октябрьская. С 19 августа закрывается движение по улице Октябрьская от улицы Советской до Урицкого. Проезжая часть улицы Советской в районе здания по адресу улица Октябрьская, 17, сужается на 7,5 метра. Здесь идет аварийный ремонт теплотрассы, пояснили в мэрии. По плану работы должны завершиться 10 сентября. Новосибирцев приглашают принять участие в молодежном конкурсе «Мое участие в выборах». Конкурс проводится до 30 октября и направлен на вовлечение молодежи в избирательный процесс и создание положительного имиджа молодежных избирательных комиссий. Заявки на участие принимаются от молодых избирателей в возрасте от 18 до 35 лет, а также от молодежных общественных объединений и организаций. Работа принимается по номинациям «Лучшая презентация» на тему «Мое участие в выборах» и «Лучший информационно-разъяснительный ролик приглашения на выборы». Конкурс будет проходить в два этапа – сбор конкурсных материалов и презентация работ на форуме молодежных избирательных комиссий. Работы по первой номинации принимаются до 26 сентября. Видеоматериалы по второй номинации необходимо загрузить до 15 сентября в сообщество молодежной избирательной комиссии. Подробную информацию можно получить по телефону. Его номер сейчас на ваших экранах. Хоккейная команда «Сибирь» полным ходом готовится к новому сезону. В пятницу глава региона Владимир Городецкий провел встречу с тренерским составом команды и ее игроками. В ходе мероприятия были представлены новые игроки. Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Есть в новосибирском хоккее такая устоявшаяся уже традиция. Каждый год перед началом очередного игрового сезона хоккейный клуб «Сибирь» в полном составе, включая руководство тренеров, членов команды, ее молодежный и детский состав и, конечно же, ветеранов, встречаются с губернатором и руководством области. Это повод отчитаться, поговорить об успехах, а может быть и о проблемах, представить хоккеистов, послушать на путьстве ветеранов. В общем, дать настрой команде перед сезоном. А его начало уже не за горами. 23 августа «Сибирь» встречается с автомобилистом из Екатеринбурга. Это уже официальный матч, а перед этим прошло несколько товарищеских. На коньке команда встала 27 июля, когда в Ленинск-Кузнецке встретилась с новокузнецким металлургом на праздники в честь открытия нового хоккейного стадиона. Затем были игры в Латвии и Финляндии, после чего выступление на турнире в Магнитогорске, где Сибирь стала третьей. Правда, в турнире было всего четыре участника. Но это все в рамках подготовки к чемпионату. Главные баталии, разумеется, впереди. Кто же будет тренировать хоккеиста в новом сезоне и какие изменения претерпела команда? Генеральный менеджер Сибири Кирилл Фастовский рассказал, что в тренерском составе изменений нет. Что касается тренеров, то тут новичков у нас в тренерском штабе в этом году нет. Так что главный тренер Андрей Владимирович Скобелко. А вот в команде изменения есть и немалые. Сибирь покинули 10 хоккеистов. Им на смену пришло 8. Среди них легионеры из Чехии, Адам Палашек и из Финляндии. Элла Эйра не новичок в России. Он уже поиграл за Екатеринбургский автомобилист. А вот Йонас Кэмпенен прибыл к нам прямо из НХЛ. До этого он играл в Бостон-Брюнц. Во время предсезонной подготовки новички показали себя неплохо. Тренер остался довольно. Все, что мы запланировали, мы выполнили. Большая группа хоккеистов новых влилась в наш коллектив. Поэтому по ходу предсезонной подготовки много игр было. Мы давали возможность проявить себя и молодым ребятам, и тем ребятам, которые приехали к нам на просмотр. И опять же у нас легионеры новые. Скажем так, команда потихоньку в тренировках, в играх притирается. Смелся у команды и капитан. Им стал нападающий Евгений Артюхин, до этого игравший в Питерском СПА. Он же от лица команды поблагодарил губернатора и вручил ему вымпел. Что ж, теперь официальная церемония позади. И Сибири предстоит в ледовых схватках отстаивать свое право на выход в плей-офф. Ну и, конечно, на медали чемпионата. Полевщики в это верят. Пожелаем команде удачи. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте www.nsk49.ru Приятных вам выходных. Оставайтесь с нами.